Попали в десятку, так можно сказать, про участниц очного тура конкурса «Воспитатель года-2021», который в эту пятницу торжественно открылся в Твери. Для кого-то из педагогов это просто возможность заявить о себе, а кто-то твёрдо намерен пройти на областной этап с последующим выходом на всероссийский уровень. Юлия Киселёва окружена детьми, как сейчас говорят, в режиме 24 на 7. Помимо работы в детском саду номер 157, дома её ждут ещё три ребёнка. Собственных. Однако это ничуть не мешает, отмечает педагог, а наоборот помогает. Я сначала заряжаюсь позитивом у своих детей, то есть участвуя вместе с ними во всём, что они хотят, то есть во всех конкурсах, езжу с ними по разным городам, где они выступают. А потом, заряжаясь этой энергетикой, этим позитивом, я уже и посвящаю, уже дарю своим воспитанникам. В конкурсе «Воспитатель года» она участвует в первый раз и ставит перед собой цель победить. Или занять как минимум одно из призовых мест. Такие же амбиции и у другого дебютанта, Татьяны Пшеничной. Педагог с 15-летним стажем, она уже знает, зачем выйдет на эту сцену. Я хочу, во-первых, представить своё учреждение, свой любимый детский сад. Ну и, конечно, показать своё умение, показать себя, своё творчество. Мы представляем разные свои работы. У нас очень большие видеоматериалы, поделки. Всё это будет показываться, всё это будет рассказываться и предоставляться для жюри. Всего в муниципальном этапе в этом году приняли участие 18 детских садов Твери, которые делегировали 18 педагогов на заочный тур. Там надо было создать своё интернет-портфолио, а также визитную карточку в формате видеоролика. В очный тур жюри отобрало 10 человек. Теперь им предстоит продемонстрировать все свои навыки и приёмы обучения, воспитания и развития детей. В том числе и те, которые выработались в современных реалиях. 2020 год был непростым. Безусловно, в образовании есть новые подходы, есть новые технологии. И мы надеемся увидеть на этом конкурсе новые решения педагогические от наших коллег. Очный тур будет проходить с 10 по 19 февраля. Четверо лучших попадут в третий решающий раунд городского конкурса. Его итоги подведут 10 марта. Продолжение следует...